МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Наше будущее. В двух районах республики открыли детские сады. Территория гармонии Чувашскому государственному музею исполнилась 75 лет. Страница истории. 7 ноября. День, который изменил мир. В республике продолжается строительство детских садов. Сегодня председатель кабинета министров Чуваши Иван Маторин принял участие в открытии еще двух дошкольных учреждений в Алатровском и Канажском районах. Чем больше мы вкладываем в детей, тем лучше наше будущее. Было отмечено на торжественном открытии, и с этим нельзя не согласиться. В селе Чуварлей Алатровского района построили новый детский сад «Колокольчик» со всеми удобствами. Детишкам теперь есть где играть, заниматься музыкой, спортом и даже релаксировать. Для жителей села открытие такого садика было действительно долгожданным событием. Ведь раньше они водили детей в бревенчатое здание, которое находилось далеко от центра села. И к тому же не вмещало всех желающих. Новый садик рассчитан на 80 мест. Мне здесь нравится играть, много детей, очень нравится этот садик. А раньше садик был сам по себе такой некрасивый, старенький, было холодно, крыша протекала. Очень был такой плохой садик. И с этим, конечно, не сравниться. Но проблема с недостаточным количеством мест в дошкольных учреждениях была не только в Алатровском районе. Сегодня свой первый день рождения отпраздновал и Шахазанский детский сад номер один «Искорка» в Канажском районе. Надеюсь, что в этом детском саду все почувствуют современные условия, которые сегодня можно создать для наших детей. Родители будут спокойны за своих детей, что они получают хорошее дошкольное образование, присмотр, развитие. И в конечном счете готовятся уже к дальнейшей жизни в школе. Программа по строительству детских садов в Чувашии реализуется уже третий год. И благодаря этому в республике ежегодно открываются и будут открываться по 10, а то и более дошкольных учреждений. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. С появлением единого государственного экзамена возникло много вопросов относительно его эффективности. Превалирование фактической части на творческой в ЕГЭ по русскому языку и литературе – одно из упущений системы, считают специалисты. С этого учебного года ситуация в корне изменилась. Уже в декабре выпускники будут писать итоговое сочинение, результаты которого и станут допуском к единому госэкзамену. Все новое, хорошо забытое, старое. Отказаться от привычного итогового сочинения пришлось несколько лет назад, так как вкупе с остальными экзаменами получалась слишком большая нагрузка для выпускников. В этом году сочинение вернули. Его 11-классники будут писать в середине учебного года, когда голова еще не загружена в предстоящей сдаче основных экзаменов. Очень много было разговоров о том, что сочинение надо вернуть в систему школьного образования, потому что специалистов, экспертов сильно беспокоила падающая грамотность, как снижающая грамотность выпускников. И поэтому можно уверенно сказать, что эти усилия оправдались. 3 декабря все 11-классники, выпускники средней школы республики, а их 6159 человек, будут писать сочинения. Очень надеемся, что благодаря возврату сочинения все-таки появится мотивация для наших выпускников развивать свою письменную речь. Изменения коснулись также экзаменов по математике и по английскому языку. ЕГЭ по математике будет проходить в два дня. 1 июня сдавать дисциплину будут выпускники, которые не планируют поступления в профильные математические вузы. В их случае достаточно будет базовых знаний по предмету. Те выпускники, которым пригодится математика при поступлении, будут сдавать профильный экзамен 4 июня. Еще одно нововведение. К основному экзамену по английскому языку прибавится устная часть. Сдавать письменную и устные части также будут в разные дни. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня 97-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, или, как ее стали называть в последнее время, Октябрьского вооруженного переворота. В 1917 году, 25 октября по старому стилю и 7 ноября по новому, отряды восставших солдат и матросов Петрограда захватили почту, телеграф, телефон и, что особенно важно, Временное правительство. Руководили восстание Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов и другие большевики. По мнению современных историков, Октябрьский переворот стал следствием Первой мировой войны. Экономика России переживала тяжелые времена. Солдаты, прослужившие к тому времени уже три года, рвались домой в деревню, которая загибалась без рабочих рук. Военнопленные не спасали положение. К тому же, достаточно много средств уходило на их содержание. Поражения на фронте усугубляли недовольство царем и правительством. Советская власть в Чувашии установилась 30 октября 1917 года в Чебоксарах и затем в Ядрине и Алатаре к марту 1918 в волосных центрах и селениях. Борьбу за советскую власть возглавили группы большевиков, которых к тому времени казалось немало. Иван Кадыков, Александр Косарев, Илиадор Филиппов и другие. В феврале 1920 года состоялся первый Всероссийский съезд коммунистов Чувашии, обсудивший вопрос об организации советской автономии чувашского народа. 24 июня 1920 года Ленин и Калинин подписали декрет в ЦИК и СНК РСФСР об образовании Чувашской автономной области с центром в Чебоксарах. Тогда же был утвержден и революционный комитет Чувашской автономной области, который возглавил Даниил Ильмень. Можно сказать, Октябрьская революция в Чувашии не потребовала много крови. Здесь не расстреливали дворян и купцов. Они благополучно уехали задолго до начала политической бури. Не жгли помещиков, поскольку их и не было. Крестьяне в республике были государственными. Эти самые крестьяне встретили новую власть с радостью и надеждой. Кровь полилась потом, когда надежды не оправдались. Штраф в размере 10 миллионов рублей и 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Такое наказание вынесут врачу-взяточницы, бывшие заведующие центром профпатологии городской клинической больницы номер 1. Одновременно она занимала пост заведующей поликлиники этой же больницы. Этот судебный процесс стал шокирующим как для медиков, так и для всех жителей республики. К тому же Гульсина Мусалимова за это время успела занять пост заместителя главного врача республиканской клинической больницы. Она собирала деньги со своих подчиненных. По данным управления Следственного комитета по Чувашии, медик признана виновной в получении взяток по 9 эпизодам преступной деятельности. Такой приговор вынес Калининский районный суд города Чебоксары. Кроме штрафа и условного лишения свободы, Гульсина Мусалимова лишена права занимать руководящие должности в сфере здравоохранения на 3 года. Следствием и судом установлено, что с июля 2009 по август 2012 года в Чебоксарах злоумышленница требовала от 9 своих подчиненных работников взятки на общую сумму свыше 630 тысяч рублей и сумм, получаемых ими стимулирующих выплат под угрозой прекращения их начисления, а также увольнения работников. В результате потерпевшие были вынуждены передавать злоумышленнице указанные денежные средства. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Факты противоправной деятельности осужденной выявлены следователями Следственного комитета в результате оперативного взаимодействия с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД по республике. В середине ноября традиционно отмечается День участкового. В преддверии праздника объявлен Всероссийский конкурс Народный участковый. В Чувашейне осталось в стороне. В конкурсе от нашего региона приняло участие сразу несколько сотрудников полиции. Победителем регионального этапа стал капитан полиции Алексей Николаев. Добрый, сильный и смелый. Именно такими качествами обладает Алексей Николаев, делится урмарца. За последнее время на его участке не было совершено ни одного тяжкого преступления. Умение находить общий язык с людьми – главное качество любого участкового. Делится профессиональным секретом Алексей Николаев. Капитан полиции на службе уже 14 лет. Он отвечает за безопасность 7 тысяч человек, проживающих в поселке. Для каждого из них он не только представитель власти, но и опора в трудную минуту. Капитан Алексея Анатольевича, мне кажется, стал жить нам, урмарцам, комфортнее. Потому что это настоящий профессионал. Ну, как раньше говорили, может, вы молодежь даже не помните, это настоящий Анискин. Он знает каждого, молодого, старого. Каждому подход у него есть. Он наш. Он с людьми всегда. Вот это самое главное его качество. За региональным этапом «Всероссийский». Проголосовать за нашего участкового можно на сайте www.kp.ru, а также в социальных сетях. Голосование продлится до 10 ноября. Сегодня Чувашский государственный музей отмечает 75-летие создания. К этому событию приурочили выпуск альбома-каталога, в котором приводится история коллекций и репродукция лучших произведений. Фонд Чувашского государственного художественного музея насчитывает 28 тысяч произведений искусства. Живописи, графики, скульптуры, чувашской вышивки, фарфоры, стекла. В помощи истинным ценителям прекрасного – роскошное издание альбома-каталога, который презентовали сегодня. Говоря о научно-исследовательской и просветительской деятельности, необходимо отметить, музей давно перестал быть только хранилищем коллекций. Его вклад в культурное воспитание общества много больше. Разрешите выполнить поручение главы и вручить благодарность главы Чувашской республики коллективу бюджетного учреждения Чувашской республики Чувашский государственный художественный музей за вклад в сохранение и развитие изобразительного искусства. Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев. Сегодня же в здании на улице Калинина открылась экспозиция, посвященная 75-летию Чувашского государственного художественного музея. А завтра в отделе русского и зарубежного искусства на улице Константина Иванова пройдет круглый стол, посвященный вопросам комплектования музейных коллекций. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов национального телевидения Чувашии. Я, Ольга Панова, прощаюсь с вами. До свидания и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова